Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотриучись, с вами Миша Егор, и сегодня будем смотреться очень крутой каточкой от Пьюро. У него топ-1 ранг, он прямо сейчас находится на Бали. Вот, и собственно он там уже откалибровался, и получается из всех игроков Юго-Восточной Азии у него больше всего ММРов. Вот, и он будет исполнять на оффлейн легионке, это его сигнатурка, ему регулярно пикают ему на про-сцене. Причем его команда очень пока что круто выступает на мажоре. Вот, и я порой капец как поражаюсь, насколько он сильно на ЛК играет, и причем у него как-то получается на ней играть очень жадно. То есть у него всегда билды, как будто он на керри играет, то есть он там никогда не покупает какие-нибудь ауры, не знаю, даже алибарду какую-нибудь. Я вот, честно говоря, не припомню, чтобы он брал всегда очень так агрессивно, опасно закупается, там всякие нулифайры, он любит сервер-эджа, то есть ну реально как будто керри. И, ну это не мешает ему побеждать, у него очень хороший венрейт на легионке, он всегда круто линию стоит, много импакта вносит. Нетворс у него всегда в топе находится, поэтому это отличный повод посмотреть, как у него так получается играть на ЛЦ. Все-таки ЛЦ сейчас хороший герой на третью позицию, ее даже нерфили. Тут круто, кстати, подловили дизераптора. Вот, ее даже немного поднерфили, но не отменяю этого факта, что на третью позицию она хорошо заходит и часто ее довольно-таки пикают. Плюс у них еще лайн очень сильный, то есть НЧа легионка. Это вот, по сути, то же самое, что они и на просе не делают. То есть вот у Бэтбума у них такая вот фича, пикать себе героев, которые хорошо линию стоят. То есть они постоянно пикают вот всяких энчантрес для сейва. Это его сигнатурка, у него там 25-й тир. Чуть ли не 30-й, по моей памяти. Вот, ну и пьюр, какого-нибудь такого героя, который может очень сильно линию отстоять. Вот, итак, такая же история, собственно, про Найтфолла. Вот, ну и, собственно, учимся играть на 733D легионке, например, от топ-1 ранга пьюра. Ну, а после небольшой паузы. Вы, наверное, слышали, что батл пасса в доте не будет. Но, к счастью, есть прекрасная альтернатива в виде батл пасса от эпиков. Забрать БП можно абсолютно бесплатно, а не за 300 рублей. Выполняй задания и получай арканы каждые 15 уровней. А между фармом шмоток участвуй в рейде на босса с новым ивентом. Рошан Босс Файт. Атакуйте Рошанчика одинаковыми стихиями. Вместе с тиммейтами и получайте предметы и осколки Рошана. За осколки можно открывать сундучки с балдежными вещами. Играть можно бесплатно каждый час. Переходи по нашей ссылке в закрепленном комментарии и получай бесплатный пропуск, а также там есть промокод на плюс 15% к пополнению Балика. Всем привет. То, как ласхитит пьюра, это что-то невероятное. Одного крипа у него за ДНЛ антимаг. После этого сразу же от пьюра стрик 4 ласхита-деная в ряд. И привез себе коготь после брейсера. И тычка нежданно-негадо на 86. Очень круто это выглядит, хотя на первом уровне у легионки. Пускай дэмэдж выше, чем у большинства героев, но в сочетании с этой анимацией атаки чуть уныленько. Иногда добивать крипов очень тяжело, тем более что рейнжи-атаки стандартные, в отличие от некоторых других ардеров, как например Марс, у которых рейнжи-атаки повышенные. До свидания. Что сделали? Я честно, ну, думал, что пьюра лучше на керри будет. Многие говорили, что нетфоу надо снова на керри возвращаться, свапать им роли. Но они по итогу это сделали, и это прям, ну, максимально оправданно оказалось. То есть у них результаты капец как сильно улучшились. Они вот уже топ-2 дремлиги заняли. В дпс топ-2. Сейчас на мажоре верхняя сетка намечается, как мне кажется. И, кстати, убила 5 антимага. Длин, вот линия очень жестко стоит. Ну, вот он еще и закупился на максимальное доминирование линии. То есть ранний кокоть. Брейсерок. Ну, вот под ЛЦ можно прям очень жесткую четверку пикнуть, и стоит вот так вот линию отстоять. Особенно вот против таких вот героев Дезераптор, Антимаг. Так, что они вообще могут сделать? Легионки плюс НЧ. Сейчас как раз на четверке очень такие актуальные герои, которые круто стакаются с Легионкой. То есть это Скаймаг. Очень сильный сейчас персонаж. Что там еще и стечис? Тоже, в принципе, идеально звучит. То есть линия очень сильная. Ну и, само собой, вот это вот Энчантрас. Соответственно, вот так вот если распикивать, то можно прям всегда линию уничтожать внулину. Вот коллапсы смотрел в реплее, вот он на ЛК два брейсера Фэйзи себе покупает. Такая максимальная. Куча урона. Куча статов, суперплотная. Каждого крипа может донать. Как видите, топорика у него нет. Тоже такой вот перемечательный момент. То есть вместо топорика можно просто купить брейсер, либо два брейсера. Вот это ранний коготь. Ну и, соответственно, с Хитом проблем не будет, потому что у героя очень много урона и так. Энча выселила два килла. Что в начале, когда Дезраптора промяло, Леге стоило просто подойти и залосхитить, что в случае с антимагом выбил блинг. Антимаг пытался задоджить импетусом. Задоджил. И потом переспокойно Энча цепанула. Лега пришла, добила. Красотища. Еще хочется отметить, что прямо под 3-0-0 он стоял на бруду. Он к началу стартовал без стиков против антимага. Очень хочется иметь либо стики, либо опционально лотос. И сейчас с такими ранними фейсами приходит и лосхитит третий. Жекил. Красотища. Мне герои очень прочной становятся. 1100 здоровья. 8 брони. Есть хапориген, есть вампиризм. При этом ты рискил еще не открывал. В этой игре еще два Тайвинера последних. В предположенной команде на Течисе Сакса играет. И в медиа Найн. То есть там даже под перспективнее немного составчик смотрится визуально. Тут по сути только пьюр, которого топ-1 ранг, а там вон давать Айвинера. Одновременно поиск на шале. И причем, кроме пьюра, у всех ранги 700 и 500, он, кстати, пришел в Найн. Лотос сыгран тот самый, который он только что Таша вытащил с пруда. Пече и дезераптор умер там все в Сельтанол. Так это размер вообще шикарный. Он убил антимага, успел даже экспоза него получить. Также погиб дезераптор. Конечно, неприятно, немного что стрик отдал. Про ему убийство, но это самый лучший исход, который мог быть. Дальше будет, в принципе, максимальный стандарт сейчас на легионке. Ну смотри-ка, не купил меч. Кстати, да. Может, не будет, тогда будет моего. Смотрите, интересно, почему. Очень редко не берут БМ, только когда там во вражеской команде нету физушников совсем. Он как будто бы рассчитывает на то, что с Девсом с аппаратом он может дуэль ранее мутить. Да, логика есть. Вот так еще под Скаймага делаю зачастую. То, что, ну, если у вас команде Скаймаг, то выгоднее купить сначала даггер. И просто с ним в смоках пиков и делать, постоянные дуэльки набивать. А тут, в принципе, так-то можно действительно под Девсом с аппаратом попробовать поиграть. Но так в основном первым же ритомом БМ все покупают. Причем мы раньше регулярно видели БМ до Блинка, потому что Лего все-таки герой не самый самостоятельный. Фарм БМ как будто бы тоже ускоряет лучше, чем Блинк, потому что легионка очень медленно качается. Блинк для фарма, выходит для тех, кто быстро убивает споты и медленно ходит. Ну и еще сейчас моспит дает второй скилл, а не первый. Раньше ты кидаешь первый, чтобы ускориться, чтобы сократить дистанцию с каким-тостовым БМом. Противник сразу начинает давать зеру. Сейчас спокойно в кустах второй нажал, сократил дистанцию. Первый нажал, вышиб дуэль. Смотри, действительно даггер летит. Посмотрим, как это сработает. Он может, может быть даже, смотри, пропушит вот этот аур, сделает тэпку в мид. И под плюс убьют праймалбиста, там у него как раз меньше половины хп. Если так получится, это капец как будет оправдано. У праймалбиста тоже стрик, по идее. Да, 5 по 0 играет. То есть этот киум может много принести. Пока что не доносит курьером даггер, чтобы не спариться. Навижение, что у него даггер. А, его еще в гейт идет. Тут как раз, смотри, как Магнус рано тавер пропушил, но там уже нету смысла улететь, поэтому, видимо, просто подкачается. Так же себе смог еще поднес. Ну, по сути, вот чем-то очень Акса напоминает. Тоже вот на Аксе любят зарашить даггер первым слотом. И сразу же после даггера. А, хотя там сначала вангвард, а потом даггер, но да ладно. Но, в общем-то, любят зарашить даггер и потом купить себе смог. И под плюс кого-то убить. Ну и отлично, я резвал даггер. Не, на секунду, потому что сейчас выживет на антимаге. Дольку не заработал из минусов, но, в принципе, первого уровня дуэля на 10 дэмэджа приносит это не так много. Главное, что он убил вражеского керрия в какой раз? В четвертый? В третий? Нормально. Я пошел за лотосом в очередной раз. Лотос плюс стики еще прочнее его делают. Лего, опять же, герой очень прочный быть на этой стадии. Но потом становится все мягче и мягче. Даже несколько лет ее полноценным хардером многие не считали. Из-за того, насколько герой июзвимый. Ига. Тридцатый тир Магнуса. Купился Метеор Хаммер. Пьюр это явно оценил, потому что Пьюр один из немногих оффлайнеров, которые часто покупают Метеор Хаммер. На Тейдхантере он всегда покупает Метеор. Ну, на Тейдхантере это еще приемлемо. Но вот недавно я смотрел игру, как он в финале играл против Гейминго Театра. И он там взял Метеор на Дума. Это прям интересно выглядело. У него всю игру был топ-1 на Творс. Он очень рано вышку пропушил. По итогу проиграл эту игру. На самом деле выглядело прикольно. Афигеть, трипл-кью сделал к тиммейтам на антимаге, что это? Но какой же Пьюр все равно сверхразум. Только антимаг на боте на миникарте покасался, моментально побежал на топ. И даже несмотря на то, что антимаг прочитал это, он увидел, что Лего бросает крипов, убегает. Все равно получилось тут подцепить, потому что смог был подготовлен. По многому. И то же то, как он чувствует дэмэдж. Это отдельная красота. Кстати, на какой дистанции дырка срывается? 2000. То есть даже после гримса зачастую, дырка может продолжиться. В чем самое забавное? Он сделал 2 кило с долей. И оба этих кила была в соло. Ему никто не помогал. А обычно вот наоборот, стакался с легенкой. Всякие скаймаги. Что-то мутят, а тут нет. Один справляется спокойно, антимагов выносит. Так. Вот сейчас я прям вообще отказываюсь верить, что там уже хватит. Нам даже запаса не хватает. Еще залетел. Но даже без ульты здесь он как будто справлялся. Ну да, дачуку дэмэдж. Опа! Офигеть! Парвал! Петти спил дезраптора ветка. Охренеть! Слушай, это очень тяжело делается. Да. На самом деле не тяжело, просто редко это делают. Забывают многие. Даже просто веточку на портрет. По сути. Ну там, там, туда, часа весит. Это, во-первых, нужно прямо упереться. Нужно ветку в движении нажимать. Может еще и не повезти. Блин, ну как же он сегодня играет? Это шок, да. Топ-1 ранг. Супер оправданно по ощущениям. Он реально в соло играет. Знаешь, все хардеры, которых мы смотрим, последние несколько месяцев, они стояли против фармящей герой плюс дезраптор. И мне тут хочется тоже добавить. Слабых лейнеров к дезраптору лучше не добавлять. Ну да, антимаг дезраптор, линия такая, конечно. Не самая перспективная. Причем в 32-м патче антимаг дезраптор выглядели очень мощно. Антимаг тогда был одним из сильнейших лейнеров. Сейчас в 33-м патче ему конкретно по лейнингу прошлись. По игре герой не стал слабее, но на линии гораздо уязвимее. И снова возвращаемся к той доте, в которой линия с антимагом это фрилайн, а не наоборот. Но все еще можем увидеть медовых антимагов, которые там охотятся на авэтспиритов, например. Опа. Кстати, вот это супер оправданно, что он руну мудрости взял, потому что ему нужно как можно раньше сейчас 12 апнуть. Ультимейт 2 будет. С ультимейтом 2 можно уже чуть побольше дэмэджа получать и больше шансов убить героя. Все-таки там кд уменьшается, длительность увеличивается, дальность переменения увеличивается. Очень важно. Дуэлька в 2 на легионке. Так, ну дальше БКБ. Ну по сути максимально стандартный билд. Кроме того, что он даггер взял первым слотом. Но это было очень круто, что даггер первым слотом реально зарешало. И, кстати, БКБ покупает сначала с Огр Акса. Многие любят себе взять сначала Митрилхаймер, все-таки дэмэдж дает. Но Огар Акс тоже дэмэдж дает. Десятку для легионки. Легионка это силовик. 10 силы это 10 уронов. Для силовика. И подводим. Идем. А, это байт. Смотри. Такой себя байт. Даже непонятно, байт ли это или нет. Он наметер. Ой, он на Ограгсе я там вышел как раз. У него 187 хп по-моему осталось. Ограгс 220 дает. Видит Антимага, видит 4 других героев. Они очень отчетливо показываются. Так что позволяет себе вот так на линию выпрыгнуть Ни о чем не переживая Еще и в плюс пхп уйдет Одновременно с тем как Залутает огромную лейновую пачку И только-только Огракс купил уже Заказывает себе хаммер Посмотрел на активную руну И пошел кстати Фармить на траектории на которой обычно фармят керри Ну может тебе позволить Тем более что керрица с нет Ну да Пропадать же просто так добро Культ от КД шосс Причем Праймал визита не в Те часа Я уверен Многие прыгнули бы в Те часа в этой ситуации Чтобы точно не рисковать Но насколько он чувствует и дэмэдж и прочность По итогу никакого риска не было Всегда в нужном месте Оказывается У Праймал визита Настолько крутая игра была до поры до времени Пока его пьюр просто Как минимум три раза он его убил Точно в четвертой смерти Не помню Праймал визита Бывали она это легионки или нет Олега причем Продожди Три раза точно он поучаствовал в убийстве Праймал Лего причем как раз тот герой Который может очень много крови у Праймал визита выпить Постоянно Руиньте мультимейта Можно дуэлить его во время второго Бис не двигается Не дамажит Убить лего тоже очень тяжело соло Замедление с третьего на диспеллит Скорее всего рассчитывал что он сможет здесь найти антимага Увидел что Праймал виз вышел в линию Сразу же ушел в другую часть карты И заказывает себе бкбшку невероятный тайминг Я нейтралку взял себе ворбодистракшн В первом интере кстати брал себе Перчатки дуэлянта Символично кстати Ага Мы ни на ком не видим Но на Леге Кого-то грех не взять Сама на теле Сорбов дистракшн Топ-1 предмет во втором серии На легионку Скорее всего Убань дождался инфы на антимага Начата посещал снялся по началу Мне кажется мог чуть раньше прыгнуть с него там блинк откатился Ну кстати можно будет другую дырку здесь лутать Да дайте Затвелить Пустите Суки Вообще все нажал на дезерапторе Чтобы не отдать дуэль Все нажал на зевс Чтобы не отдать дуэль Ну кстати да В чат написал Не будет тебе дэмэджи Но это как-то очень некрасиво было с стороны союзников Я понимаю если есть хоть малейший рис А дэмэдж что будет походу Потому что он сейчас антимага заряжет Ладно соляра для зевса Потому что будь я сейчас напишет Будь дайка сейчас в каденцию мак мог бы уходить скорее всего Так Я сам общество Написать что не в чат пафосно был выглядел То что он да вот что получил по итогу Просто чуть-чуть попой часа На 10 секунд Нейтфол думаю написал бы Но это даже не наберем Старого образца Maybe Ладно пока дуэль вкд пока он качается Еженедельная ежедневная рубрика А не кто-то для взрослых 18 плюс Ржач с мягким знаком до слез Ваши ежедневная порция кринша Офицер учитывает рядового Я тебе сколько раз говорю Что сначала надо предупредительный выстрел сделать Но я и сделал А в голову зачем? Чтоб скорее дошло Мне кажется Без чтоб скорее дошло А никто был бы забавнее Чтобы скорее дошло Это уже лишнее Мне кажется Да нормально Это неплохой Аник Добра Мне кажется Ты просто хвалишь все анекдотов Которых тема секса не фигурирует По факту Самая примитивная тема Но не реально На самом деле неплохой Пойдет Учитывая то что было до этого Наржача до слез Мы пока что не увидим Наржача до слез враты Мы когда-либо учим Но я вот три анекдоты тебе Вне записи рассказал С которых я прям пищал Но Продолжение Увидев что там в кейт-тп шица Хотят легион кубить Но есть БКБ А еще какой-то не боится А из-за каятеля Уходить Но так забавно выглядит Когда они на него напали И рассасались в разные стороны Но справедливость ради противники Выбили ВКБ БКБ Бесплатно И разошлись БКБ Как и дождь Очень долго Так И пьюр в очередной раз Пошел охотиться на антимага А нет Фрэшпит Нарошана 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 Сотри Ооо Вот это красиво Он прикликал дезераптора Уйдет что там Он смаканулся И теперь в ответ смаканулся Могут сейчас с лубами Столкнуться На самом деле лучше 20 секунд Пощением подождать Чтобы надежнее было С БКБ Но праймалбис на топе Светанулся с телепорта И мне кажется Тут уж ожидать не обязательно Хотя в любом случае БКБшка уже почти откатилась Ой, на полсекунды бы раньше Не повезло с таймингом Может на Магнуса успеет И Магнус упрыгал Ну антечис тоже с этим Никогда лишний не бой Причем реально не пожалел дуэльку Хотя теория мог файт продолжаться Скорее всего противники все-таки Затерпит перештут Пока ты честно не встанет Кстати, я комментарии пару дней уже не читал Как зрители относятся к двуму Никто там за ролик Или два это уже перебор Про это, по-моему, не так много писал По моей памяти Мне кажется, два оптимально Ну нет, два оптимально-то если игра долгая Наверное, на короткие игры один анекдот На длинные два Мне кажется, вот идеальный баланс Ну да, согласен Тем более, сейчас они пушат Куда-то мне их доставлять Так, он тебе что-то себе заказал Вот арчик Он говорит, он Ну в этой игре может позволить себе Базару нет, но вот он очень часто берет Такие вот коровые артефакты на ЛК Причем моментальная реализация, ты посмотри Только товар упал, сразу же прыгает Убивает магнуса с рпшкой не в колдауне И насколько здесь комфортнее команде света Магнус теории мог очень жестко напокосить Все-таки С дайгером, с рп Увести куда-нибудь Это Т3 Блин, на дэмэджи очень много Он просто может заретликивать На такой минуте А еще под импавером украденным А Это морд Это морд перелетелся Насколько ювелирная легионка Блин, у него еще команда Типа и так добавлен Ну вот он Блин Рально очень Очень выделялся в этой игре Прям соляр от него Слушай, у него серебряный ЛК А у него это плюсов просто нет Не, он просто на тройке же Недавно начал играть Откуда у него Большой тир героев На третью позицию Ну и на то, когда роль не дают Многие Кири любят на хардовой регионке побегать Ну и Кирилл Каббла Вместе короткое время Года полтора назад Да нет, топ-1 рангу роль всегда дают Да не всегда он был топ-1 рад Ну вообще, очень долго Это стоит такой сейчас, что реально Чуть ли не всю его карьеру Минимум в топ-10 был Столько видосов делали и везде Говорили, что он топ-1 ранг 13к ММР Недавно взял Ну что, полгода где-то прошел Ну давай Новый идеалыч на харде Кстати, в сумаке ищет Горько есть Очень круто сыграл За три тычки почти убиваем Жесть Причем, который раз интимаг Бакует на регионку, которая ноль здоровья И либо умирает, либо бежит И всем огромное спасибо за просмотр Отдельное спасибо за лайки И мир вам